Приветствую вас, на мой взгляд. Проблема заключается в том, что вы берете на себя никакую такую ответственность за то, что ваш муж, о, мужчина, простите, ревнует, вот, и вы считаете, что вы ответственны за это, также очевидно, что вы боитесь, что он вас бросит. Ага, поскольку у вас это не первые отношения, даже не вторые, я так понял, плюс ко всему вы имеете, с одной стороны, свойство следить чего-то, с другой стороны, извить. Я полагаю, что вы себе не уверены, я полагаю, что у вас есть тревожность по поводу собственной защищенности, я полагаю, что у вас есть проблемы с некоторой самооценкой, потому что могут, ну, уязвительность, это по факту уязвимость, вот, и выбирая себе такого вот ревнивого человека, который, по сути, склонен, склонен к тому, чтобы, например, вас контролировать, да, который, ну, по факту только и делает, что вас контролирует, вот, вы отражаете, на мой взгляд, эээ, таким образом, свое стремление к определенной вещенности, вот, вы отражаете, на мой взгляд, эээ, таким, эээ, поведением, эээ, определенную потребность в, эээ, стабильности, то есть я хочу некоторой, эээ, стабильности по, ну, по отношению к себе в своей жизни, вот, и я, соответственно, хочу, чтобы меня боялись потерять, но когда я хочу, чтобы меня боялись потерять, я веду себя, как, я стараюсь угодить, стараюсь сделать все, чтобы человек был мной доволен, то есть пытаюсь угодить, а в итоге, когда я начинал угождать, ну, человек не только не перестает бояться меня потерять, но и еще, еще начинает, ээ, принижать меня, вот, и, собственно, это правда, угодливость не является той чертой, которая мотивирует, эээ, людей на, ну, позитивное восприятие своего партнера, скажем так. Вот, поэтому, эээ, в первую очередь нужно разбираться с тем, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете мужчину, вот, как вы воспринимаете свои желания, как вы воспринимаете Как вы воспринимаете свои чувства, как вы воспринимаете свои эмоции, как вы воспринимаете то, что вам самой, грубо говоря, хочется, вот, и уже после этого смотрите на все остальное и, говоря, все остальное я имею ввиду ваши глобальные цели и то, что вы выбрали для себя мужчину последствия в 20 лет, чтобы вы нам говорит о том, что здесь могут быть вовлечены взаимодействия с вашим папой, потому что мужчины откровенно старшиваться и на много-то, на много лет. Любовь склонна вы доказывать, без отношений, то есть одна вы не были, то есть вы были в одних отношениях, потом были в других отношениях, вот, а отношения немножко так все-таки не устраиваются. Я имею ввиду, если мы хотим выстроить максимально здоровые и максимально такие адекватные отношения, да, то в церкви же человеку необходимо быть одному. И вот, например, мужу, да, мужчине, точнее, бывшему мужу, нужно было побыть одному, чтобы вообще понять, что происходит. Поскольку у нас с твоей женой ушел, ушел, получается, к вам, то у него есть непосредственный опыт того, как можно уходить, уходить. Естественно, это боится. И вы выбираете неуверенную в себя мужчину, который посоветовательно будет стараться вас к себе привязать. Это определенные деструктивные модели поведения у вас, Евгения, вот. Соответственно, это проблема, личная ответственность в первую очередь за то, что с вами происходит, вот. Что с этим делать без шутевы? Ну, вообще, я бы рекомендовал, на самом деле, психотерапию, да. То есть, я бы рекомендовал прям вплотную, вплотную понять психотерапию, чтобы научиться себя любить, чтобы научить, научить, научить мягко научить других любить себя же. То есть, это вот такой, скажем так, да, демократичный подход к своей собственной, можно сказать, культуре, к своему собственному психологическому здоровью, например, да, и так далее. Вот. Дальше. Дальше. Ну, мне показалось, я, конечно, могу быть не брат, но мне показалось, что вы пытаетесь обрадоваться. Как бы. Вот. Перед мышциной, вы пытаетесь обрадоваться. И, на мой взгляд, это, ну, достаточно странная проблема. Я бы, да, человек чувствует, что вы, вот, ну, в спине, в себе не уверены, что вы, ну, вы боитесь, вот, плюс, ну, тут вот вы требуете в какой-то степени, чтобы человек к вам относился определенным образом. То есть, вы, вы, ну, не принимаете, вы не принимаете его отношение к себе, которое он, ну, сейчас вам транслирует. И у этого, наверное, тоже есть определенные основания, определенные причины, да, то есть, почему я так вот поступаю. То есть, что, ну, что мотивирует меня, да, вот, так поступаю. Это, ну, достаточно важный момент, как мне думается. Потому что, если я, опять же, сомневаюсь в себе, да, то, соответственно, я буду сомневаться на каком угодно другом. Это, в принципе, логично. Вот. Поэтому вы не доверяете перед вашими лицами судей, вы не доверяете с вашими мужчинами, к сожалению, до конца. И, как бы, решать, на мой взгляд, и нужно вот эту проблему. Как раз таки. Вот так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Что еще можно сказать? Ну, это на ваши вопросы ответить. Может, я действительно мне нужна, а мне на меня боюсь. Какие-то сомнения в себе, в своей цели. Сделен, считает меня, как какой-то нехороший, от которой мужики шарахаются на деле. Что не так, поэтому, и, поэтому, напрягаясь, как-то рассказали. Нет, да, напрягаясь, потому что я не верю в себя. Юрин брата действительно хочет чего-то больше. Лично раз уверяется, что он мне нужна. Это ревность. Ревность – это неверное в себе, повторюсь. Он даже не говорит мне, что я в войне. Он просто ревнует и устал от меня в этом виноват. Я не общаюсь со странами знакомыми мужского пола. Либо, если надо сеток, значит, коротко с нейтральными врагами. Мы даем всем базу, что они не наснеют меня с любимыми. А я не общаюсь с его друзьями, когда вместо них были лично. Нигде не дают ни малейшего повода меня подозревать. Это то, что вы делаете. Пытаетесь угодить ревнему человеку, но это невозможно. Вы задаете себе вопрос, почему вы так поступаете? Почему вы себя ограничиваете в общении? Почему вы, ну, не общаетесь там с мужчинами, например. Да, вот. С чем это связано? Вот, соответственно, обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот. Это очень важно. Дальше. Изучите треугольник Карпмана обязательно. То есть, вот, ну, вам необходимо, чтобы понять, что происходит. И вешайте психологическую игру в канал. Это их. Старайтесь принять идею о том, что если сейчас вы не измените своего поведения, своего отношения к себе, то ситуация будет, мягко говоря, печальна. В том смысле, что ваши отношения будут развиваться весьма и весьма и в негативном количестве. То, что вы, вот, обратите внимание еще, вы пытаетесь понять его. То есть, вы не пытаетесь понять себя, не пытаетесь себе разобраться. Это очень, ооо, показательный момент. Еще один показательный момент. Это то, что вы говорите, мой любимый, мой мужчина. Это, ооо, человек собственного собственничества. Знаете, это, ооо, чувство собственничества здесь с вами. Главное, значит, мужчина не ваш. То есть, где-то в глубине души вы воспринимаете мужчину так же, как и своим собственным. Точно так же, как и он ваш. Вот. Я не говорю, что чисто собственничества вообще не должно быть. Но, вы начинаете свой вопрос. Начинаем свой текст. С этих слов. Мой мужчина меня сильно ревнует. И, хоть нам это не нравится, что она сильно ревнует. Но, так, вы уверены, что он вас ревнует, но не бросил. И, поэтому, вы будете с ним. Но, вы будете несчастны, вы будете страдать, вам будет плохо. Вот. Потому, что его ревность не закончится. Я обвинен на дождь. И, вопрос заключается в следующем. Почему я выбираю быть человеком, который меня ревнует? Потому, что мне не бросил. А почему я не хочу, чтобы он меня бросил? Как я буду себя чувствовать, если он меня бросил? Что произойдет, если он меня расстанет? В прежний момент нужно обязательно собрать. По факту, человек вас сейчас унижает. Но, это его дело, это его право. Мы, как бы, мы судить не будем его поведение. Мы судить и обвинять его поведение не будем. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...